Земля 14 апреля 2020 года в Нью-Йорке на 75-м году жизни от коронавируса покинула этот мир одна из ярких представителей нашей общины. Заботливая дочь, сестра, любящая мать и супруга, добрая бабушка, преданный друг и подруга, одна из ведущих актрис театров «Возрождение» и «Бухара на Гудзоне» Элла Бангеева. Этот трагический день стал самым страшным ударом не только для семьи Бангеевых, но и для всей общины Нью-Йорка и далеко за его пределами. Все с чувством большого горя восприняли внезапный и неожиданный уход Эллы Бангеевой. Ведь ушел человек, который словно солнечный лучик своим присутствием излучала свою энергию, любила новый день, облака, солнце, небо, дождь, свой дом, родных и близких друзей. Элла, ты вспорхнула птицей в поднебесье, ангелом с кристальной душой, а когда быть хочешь с нами вместе, тихо пролетаешь над землей. Элла ушла. Только сердце не воспринимает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Память. В ней хранится так много, и она не дает угаснуть нашим сердцам. Правда, кругом остается много воспоминаний, живые кадры, замечательные видео из многих семейных торжеств, окружающие вещи, которые напоминают, застывшие фотографии из семейного альбома, а также на полках и на стенах квартиры. Будучи, оставаясь в кругу своей памяти, я осознаю, что ушел из жизни мой самый родной человек. И это родное глубоко находится в моем сердце. И это родное вдруг ржет мое сердце изнутри. Очень трудно все это пережить. И никакие слова, будь это теплые или горячие, какие угодно, не смогут меня утешить. Память. Я не слышу родной голос моей любимой супруги. Элла, Эллочка, мне так тебя не хватает. А в нашем доме стало пусто. В древности говорили, кто берет, тот наполняет ладони, а кто отдает, тот наполняет сердце. В наш непростой век именно такие люди, как Элла, делают наш мир ярче и добрее. Так и проходит человеческая жизнь, отдавая свое сердце то весенним цветам, то осенним листьям. Элла родилась 9 июня 1945 года в городе Ташкенте. В благородной семье Абрама Абрамова и Зинаиды Боруховой. В семье воспитывались двое детей – Элла и Миша. Появление Эллы на свет стало огромным подарком не только для любящих родителей, но и для очень почитаемых известных дедушек Ташкента – Берахи Ишони и Шалом Хаима Борухова. Для них Элла была первой и долгожданной внучкой. И это естественно, что с малых лет она была окружена не только их обожанием, но и всех родных и близких. С детских лет Элла росла активной и любознательной девочкой. Была прилежной ученицей школы номер 47 города Ташкента. Особенно ей давались гуманитарные предметы – русский язык и литература. Очень любила музыку, пение, театр. Часто посещала филармонические концерты. Успешно закончив школу в 1963 году, Элла становится студенткой Ташкентского государственного педагогического института на факультете музыкальная педагогика. После окончания института в 1967 году Элла была направлена на работу в Ташкентское педагогическое училище на должность педагога – дошкольное музыкальное воспитание. Во время своих уроков молодой педагог Элла Абрамовна наставляла своим студентам, «Музыка – это универсальный язык человечества. Наша жизнь – это музыка». По канонам природы, если двум влюбленным суждено встретиться, то эта встреча обязательно состоится, а два сердца станут одним сердцем, и в этом им поможет Всевышний. Итак, сентябрь 1965 год. Город Ташкент. Молодой человек Рудик Бангиев по воле судьбы находился в доме своего друга, у которого скоро должна была состояться свадьба. И Рудик решил помочь ему, чтобы красочно оформить двор, где должна была пройти эта свадебная церемония. Именно здесь Рудик случайно встречает обаятельную, красивую девушку по имени Элла. Поймав взгляд Рудика, его друг сообщил ему, что она ждет своего молодого человека, который в настоящее время служит в армии. Ну, разве можно остановить пыл влюбленного молодого человека? Я думаю, что двое влюбленных могут ужиться вместе, если их объединяет главная цель – быть вместе. И Творец, услышав зов его влюбленного сердца, решил соединить их души. Вскоре отец Рудика, Мейер, со своими сыновьями пришли в дом к родителям будущей невесты, чтобы попросить руки их дочери Эллы для своего сына Рудика. И по велению Творца, счастливый день этой божественной пары Эллы и Рудика состоялся 19 и 23 сентября 1965 года. В Ташкенте состоялись их две веселые свадьбы и новая семья Бангиевых. Их совместная жизнь прошла в любви и согласии. Целых 55 лет. Сердечностью своей, умением, добился Рудик здесь всего. И в этот день его рождения я голосую за него. Дорогая, любимая Эллочка, комплиментов я мало дарю, но поверь, что тому нет предела, как тебя я, родная, люблю. Что желать? Разве слов этих хватит, чтобы выразить чувства свои? Я сегодня особенно счастлив, признаюсь, как мальчишка в любви. Мы любим все его без меры. И дом наш Рудиком согрет. Он служит нам всегда примером, как славный муж, отец и дед. Он щедрый, добрый и открытый, любимый муж моей мечты. И вижу я у Димы с Ритой его прекрасные черты. Тобой гордятся наши внуки, а значит, надо их растить. Пусть не слабеют твои руки, Нам надо внуков поженить. Тебя мы, Рудик, поздравляем. Встречай улыбками рассвет. И жить тебе мы все желаем, как говорят, до ста-сто двадцать лет. Осенние листья Шумят и шумят в саду. Знакомой тропою Я рядом с тобой иду. И счастье плешет Он в сердце поет, С кем рядом любимый идет. И счастье плешет Он в сердце поет, С кем рядом любимый идет. Пусть годы проходят, Живет на земле любовь, И там, где расстались, Мы встретились в ночь. Сильнее развод Тепло твоих рук, Мой верный, единственный друг. Сильнее развод Тепло твоих рук, Мой верный, единственный друг. А пока давайте вновь вернемся в Ташкент. Элла продолжала работать в педучилище, А Рудик продолжил свою учебу В Самаркандском государственном институте, А затем получает специальность Инженер общественного питания И занимает ответственную должность На предприятиях города Ташкента. Мне очень приятно, Что сегодня, когда говорили о тебе, Не разделяли ни Рудика, ни Диму, ни Риту. Говорили о всех о вас, Как одно целое. Где-то я своего мужа, Как это у нас говорят? Подменяю. Нет, не подменяю, А дополняю. А где-то Рудик меня дополняет. Я считаю, что в этом очень большое счастье в семье. Совершенно правильно. Я считаю, что так должно быть Именно в самой нормальной здоровой семье Так должно быть. Однажды, сидя за столом в кругу своих гостей, Элла сказала, Мы с Рудиком всегда рады нашим гостям. Жизнь, конечно, понятие временное, Но нужно стремиться к тому, Чтобы все в ней было постоянно. Ведь ничего нет хуже временных друзей, Временных отношений И временного счастья. Дорогие вы наши, Любимые вы наши, Мы знаем только одно, Что в жизни мы имеем Тот статус Женщины, жены и матери, Когда у нас рядом с нами Вот такие друзья. Наши мальчики, Наши постут, Наши мужья, Наши отцы наших детей, И деды наших внуков и прав. Поэтому лично от себя выражаю Огромное, огромное желание Сказать вам, Будьте здоровы, Будьте всегда с нами рядом. Мы без вас ничто. Равно так же, как и вы без нас, Как говорят. И тем не менее, Вы голова семьи, Вы украшение дома, Вы украшение стола. Самое главное, Чтобы мы видели радость, Счастье, здоровье, Чтобы мы никогда не ощущали, Что вас нет. Будьте здоровы, И всегда-всегда, Девочки тоже, Чтобы вы были с нами. Элла, По складу своего характера, Могла противостоять Любым житейским трудностям. И не боялась преград. Была независима, Умела отстаивать Своё собственное мнение. Она всегда отличалась Изысканностью, Энергичностью, Аккуратностью И ухоженностью. Элла не была способна На предательство и ложь. И ненавидела несправедливость. Как родители, Зинаида Борохова И Абрам Абрамов, Сделали всё, Чтобы их дети были достойными И полезными для людей, И получили хорошее образование. Сын Михаил Закончил Ташкентский институт связи И работал в редакции Правда Востока. В жизни Каждый человек С возрастом Начинает понимать силу, Имя которой является Мама. В 1986 году В Ташкенте В возрасте Всего лишь 62 года Покинула этот мир Зинаида Соломоновна Борохова. Элла очень тяжело Перенесла Внезапный уход Своей мамы И до конца жизни Боготворила её. Я сегодня утром В больших слезах Ждала. Мне казалось, Что мама должна позвонить, Поздравить. Ждала её цветов, Как каждый год. Ждала её сладких тортов. Но, увы, Были только слёз. Царство Небесное Моя Марта Я сегодня Очень благодарна Своим детям Своему брату Всем своим родственникам Которые на сегодняшний день Постарались заменить мне маму Не дали почувствовать её отсутствие А мне кажется, Мама всё знает Мама всё знает и видит Потому что, Когда она мне снится, Я ей всё рассказываю И она как бы в курсе Всех событий А не было ещё такой ночи, Чтоб мама мне не снится Зинаида Соломоновна Борухова Была почитаема в Ташкенте Занимала большой ответственный пост И как руководитель Имела большой авторитет Не только среди сослуживцев, Но и в Бухарской общине, Где занималась Общественной деятельностью Всё в этой жизни Живёт по закону природы Всё постепенно меняется И разрушается Только мысль о маме Всегда остаётся в памяти И эти добрые воспоминания Элла пронесла Через всю свою жизнь То, что не увидела моя мама Пусть увидит вся моя семья И пусть увидит все сидящие Мама всегда С гордостью говорила О своей маме, О бабушке Зине Всегда мне говорила Ты должна следовать И быть такой же, Как наша бабушка Зина А теперь я очень хочу быть Похожа на свою маму Жизнь у молодой пары Протекала в любви и согласии И шла своим чередом А какой радостный И счастливый момент В своей жизни Испытали Элла и Рудик 3 августа 1966 года Когда они получили Высокое звание на земле Мама и папа На свет появился Их первенец Сын Дима В настоящее время Дима Бангиев Проживает в Нью-Йорке В окружении Любимых детей Арона, Роник Максима, Мейер Близняшек Сабрины И Сары Он работает В сфере бизнеса Мама была Очень удивительным И разносторонним Человеком Она сочетала в себе Такие качества Как прекрасной хозяйки Бесподобной матери И другом для всех Для всех она была Большим другом Я даже не ожидал Что круг ее общения Настолько широкий И вот после ее смерти Я увидел Насколько уважаема Она была Среди своих друзей Нам ее, конечно, Очень не хватает И очень тяжело без нее Не у кого спросить совета Никто не даст правильный совет Так, как дала бы его мама Эта боль никогда не утихнет И я даже не вижу Никаких предпосылок К тому, чтобы Вот как-то стало легче На душе На душе стало пусто Одиноко Осталась только память Светлая память о матери Гордость за то Как она прожила свою жизнь Всего того, чего она достигла Побольше бы таких людей на земле А 1 апреля 1973 года Новая радость поселилась В их ташкентский дом Родилась дочь Рита В настоящее время Рита живет и работает в Нью-Йорке Закончила медицинский колледж И воспитывает двух дочерей Викторию и Карину Наша мамочка была Великой женщиной Я очень горжусь своей мамой И мне очень приятно Что даже по сей день Все Очень любят и помнят нашу маму Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Элла была замечательной мамой для своих детей Она была не только близким другом Но и настоящим педагогом И часто наставляла своим детям Мои дорогие И запомните Что в жизни родителей Есть только одно счастье Воспитать и вырастить своих детей Достойными людьми Мама очень любила нашего папу Последний год она так молилась За папино здоровье Потому что папа Кто так заболел Кто так заболел Каждую пятницу для нас был закон Шаббат Родители Семейный ужин Мама всегда на кухне Папа всегда тут Элла Я без тебя читать не начну Элла А последнее время уже Пап, ну читай Она же на кухне Мама говорила Читай, я же рядом А последнее время папа говорила Элла, слушай Папулечка Ты не плачь Мы с тобой Мама с нами всегда Я всегда папе говорю Папа Мама рядом Я ее чувствую Она рядом Не плачь Будешь много плакать Ей будет там тяжело Элла была счастливым человеком Которая жила в гармонии С требованием души Она любила жизнь И как она могла Утешить в трудные минуты Никогда не унывала Умела радоваться за других А чужую боль Воспринимала как свою Я постараюсь всегда Быть верной И полезной всем Всем Всему обществу И все, что будет В моих силах Я всегда буду делать Только для людей Как завещала мама Наступил 1989 год Вся семья Бангиевых Покинула родной Ташкент И оказалась в Италии Затем в Америке На новой земле Каждый член семьи понимал Что они приехали На постоянное место жительства Элла закончила Курсы техников Леботомии А после ее окончания Стала работать В госпитале Маунт Синай Где проработала Целых 10 лет А Рита, закончив колледж Стала работать В медицинском офисе Рудик и Дима Продолжили свою работу По своей же специальности Жизнь в Нью-Йорке Постепенно налаживалась И протекала В обычном русле Так же, как и в любой семье Наступил тот счастливый момент Когда творец Торжественно вручил Рудику и Элле Самое высокое звание На земле Бабушка и дедушка 6 ноября 1989 года В Италии родился Первый внук Арон Роник Вообще Бабушка Это особенный человек Для каждого внука Или внучки Дорогой милый Роничка От всей души Поздравляем тебя С твоим счастливым днем С днем рождения Из днем твоего бармицва Теперь ты стал мужчиной Теперь ты взрослый Мой родной Теперь все наши надежды Мы можем возлагать на тебя Ты теперь член семьи Во главе мужчин Ты уже не ребенок И я надеюсь, Роничка Что ты будешь достойным человеком Достойным нашего общества И будешь таким же, как свой папа Вскоре их дом Все больше наполнялся Звонкими голосами Очаровательных внуков И внучек Элла безумно любила их И чувствовала себя Безмерно счастливой И находясь в окружении Роника Максима Виктории Карины Сабрины И Сары Восклицала Они же отражения моих детей Мама любила каждого своего внука Отдельной любовью То есть для каждого внука У мамы было Столько любви в ее сердце И она всех любила Очень справедливо Много лет назад Когда моей Кариночке было Годика четыре Мама ей привезла Маленького беленького мишку И вот уже прошло 16 лет 15 лет И этот мишка По сей день С моей Кариной Даже в калочь Карина ходит С этим маленьким мишкой Она всегда говорит Это бабуля Эллена Это бабуля Эллена Вот настолько внуки Каждый внук Любит вашу маму Но вскоре В их дом Нагрянуло горе В 2000 году На 83 году жизни Покинул этот мир Отец Эллы Абрам Борисович Абрамов Потеря такого родного человека Как отец Всегда является трагедией Для любого ребенка В каком бы возрасте Он не находился Дружба Уступит друг друга И счастья в работе И в жизни Здоровье Целую крепко Деда Абрам Но жизнь идет вперед И в ней свои законы От природы Элла обладала Хорошей памятью И была наделена Редкостным даром Талантливой актрисы И тонким чувством юмора Великолепно Декламировала стихи Любила пение И, конечно же, театр Даже любое Семейное торжество Она старалась превратить В шоу-представление Как много есть Мужей хороших Как много Ласковых Лежон Пусть много лет Прошло Но все же Его люблю И любит он Да, я его люблю Однажды в Нью-Йорке Элла оказалась В доме актрисы И драматурга Любы Пилосовой Где шла читка Очередного спектакля Именно здесь Элле довелось Познакомиться С режиссером Театра Возрождения Заслуженным артистом Узбекистана Семеном Борисовичем Ауловым Который, послушав ее Был поражен ее Природным Актерским мастерством А самое главное Знанием Бухарского языка И он, не раздумывая Пригласил ее В свой театр Первое выступление Состоялось в спектакле Любы Пилосовой «Хост-кори» Сватовство Где она сыграла роль Целительницы Киначи «Хост-кори» «Хост-кори» «О, Музыка» «Ха?» 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 «Уже макинус там» — Ну, что, я вам оам еду в Америке в операции, но я вам говорю, что мы должны просить брендер номер два. — Ааааа. — Я вам говорю, что мы должны попасть в других. Копанируем это очень много, чем мы соберем их делаем. Я говорю, вот он. Я лично к себе, что я не могу. Дайте мне выкрутить лепестку, не я. Я не могу. Ты не можешь. Понимаешь? Да, это здорово. Что это, моя дочь? Помогите, не надо мне. Вы не оторвите меня на курсу. Я не оторвите меня. Я не оторвите меня на колесах. Я очень рада! Я ищу, что у меня сегодня есть. Вот. Горболей тоже. То есть, они не дают вас в 23-мах. А, да, да. Это не отличие. Что тебе будет? Безусловно. Да, иди сюда. Пойду. Прости, да. Чтобы мужчина. А мы тоже не собираемся. Простите на процедуру. А, да. Зовите, 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 зовите. Зовите, 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 зовите. Зовите, зовите, зовите. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Актриса Элла Бангиева, воплотив эту роль на сцене, осветила и согрела всех вокруг. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! А вы любите театр, как люблю его я! Она часто цитировала эту знаменитую крылатую фразу, которая стала девизом ее жизни. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Моя нынешняя жизнь — это глоток воздуха. Которым является моя семья и сцена Как много девушек хороших Как много ласковых имен И мой Рубен нашел Мишел Безумно он в нее влюблен Да-да, влюблен Вы представляете, какая я счастливая мама У нас будет свадьба Наконец-то мой Рубенчик женится А такую девочку себе нашел Это что-то невероятное А как мне повезло С моей новой испеченной кудо Я вам просто передать не могу Такая веселушка, такая простушка Она мне так нравится Она вам тоже очень понравится Вот она должна скоро подойти И вы с ней познакомитесь Такая хлебосольная, такая гостеприимная И я, Кам Тороя, накрывать мегуна И наоборот Вы можете себе представить Это что-то невероятное Берах матку на унима Мегу в танки О чеши би Духтара Шагир Так мы и сделали Она нас просто очаровала Худи очеш бари А? Худунка не Толи амнестан Боже мой, я так опаздываю Мне же нужно бизнес открывать А ее до сих пор нет Но опять стоит у плиты Опять стоит что-то готовит Жарит, парит Главное это в ее жизни А в моей жизни главное Сейчас Уговорить ее Подписать Принапчулагримет И мои тогда проблемы Разрешаться Садитесь пожалуйста У меня к вам очень серьезный разговор О да Михаэль Башумо Мезево Это просто что-то невероятное Реймоу калор Да, да, да Садитесь пожалуйста Садитесь Вы знаете что? Вот эту папку видите? Да Вот здесь находится документ Который называется Принапчулагримент Это такой документ Который ваша дочь Должна подписать до свадьбы Брачный контракт Мы что забыли Мы в ресторан Отнесли Две тысячи долларов Я две тысячи туда А мы что меньше дали? Тоже дали Я тоже дала Две тысячи долларов я дала А это музыка А это фото Видео А это рабай А это хазан А это лимудин А это такси Вы что думаете? И хамту Куда ж мне сюда А как вы думаете? А вы что? Забыли Что я вам На ваши шереньи хури Двадцать пять лоли Принесла И пока За двенадцать тысяч Мой сын купил платье Для девесты За пятнадцать тысяч Он купил кольцо Что это такое вообще? Я не понимаю ваши претензии КОНЕЦ 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 Будучи актрисой театра Бухарана Гудзоне, под руководством Любы Пилосовой, ей удавалось исполнять персонажей в различных жанрах, от комедийных до драматических. Мне брали кейлинт ланашей кухни. Мини тигазы леплида, кафкир в дегутовах, сапе в бахту на фасиах. Молодцы шойманы дюр, молодцы шойманы. Арвузы, авал, да, намоус мусумо, да, да, ом, ом. На фасиах кардеге, лон, дуар, дипа, ламп. Е, бешев! Сарах, сарах ты шел. Суперба бахта? Шиді нет. Решень маккева. Ядр, ее же куча, она? Я? Ё! Питалиям, авози, маркел, покушем, жранка садиху. Ком-кум ра, б мамашira. Гонщик, я. Да, неожидан. Я неожидан, авал, что-то такое-то. Пока что-то маркел, breк. Ход, казалось, жранка садиху. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все мои роли очень близки мне, и каждая роль – целый мир, говорила Элла. Театр не любит фальши и равнодушия. И не должно быть пропасти между сценой и зрительным залом. Зритель должен быть твоим близким другом. Театр не любит фальши и равнодушия, но не любит фальши и равнодушия. А мы мечтаем мы все, родители. Работая над той или иной ролью, я получаю опыт пройденной жизни того или иного персонажа. Мама была в семье палочкой-выручалочкой для всех. Мама всегда могла дать правильный совет, особенно своим внукам. Какие бы проблемы ни случались у внуков, все бежали к бабушке. И бабушка всегда давала правильный совет, бабушка всегда находила выход из положения. Каждую пятницу мама готовила моим дочерям суп с лапшой, который они очень-очень любили. И по сегодняшний день, когда мы готовим им этот суп, они его называют как? Бабулин супчик. И вот они даже не мыслят своей жизнью без этого супчика. Мама бесподобно готовила. Я не знаю, у нее были какие-то волшебные руки. Причем во всем. Если она делала больному человеку укол, человек тут же выздоравливал. Я это знаю на себе. Если она готовила какую-то еду, особенно на шаббат, ну, от нее нельзя было оторваться. Это было просто, ну, объедение, можно сказать. А училась она этому всему у своих бабушек. И вместе с тем мама была очень современная женщина и прогрессивная женщина. Мы чувствуем и мы видим и знаем, что она с нами перестала существовать только физически. А вот духовно и морально мы всегда чувствуем ее присутствие. Мы всегда чувствуем ее поддержку, заботу о нас. Но, к сожалению, Элла не проявляла должного внимания к своему здоровью. Наступил 2020 год. В начале весны у Эллы была встреча со зрителями, где ее очень тепло встретили поклонники ее таланта. Но, к большому сожалению, это было ее последнее выступление на сцене. Вскоре Элла почувствовала свое недомогание. В это время уже свирепствовал своей беспощадностью этот проклятый, невидимый враг под названием коронавирус, который буквально уничтожал все, что попадалось ему на пути. Домочадцы предлагали показаться врачу. Но Элла, успокаивая своих, твердила «Не переживайте, все пройдет». Но с каждым днем Элла становилась все хуже и хуже. И настало время, когда она оказалась в госпитале. Врачи сделали все возможное и невозможное, чтобы спасти ее. Но, увы, этого чуда не случилось. Беспокойное, усталое, доброе сердце Эллы Бангеевой остановилось около четырех утра 14 апреля 2020 года. После этого ужасного известия осталось ощущение страшной несправедливости. Время не лечит. Лишь на часах переводит свои стрелки. А боль остается навсегда. Это очень и очень большая утрата для нашей семьи. И я знаю, что это очень большая утрата для всех людей, которые знали мою маму. Мы очень скучаем по ней, нам ее очень не хватает. Ну, вот как вот сердце оторвали и выкинули. И просто вот каждое утро, когда я просыпаюсь, вот просто день проходит, вот проснулась. Спасибо Боженьке, что проснулась. Но без мамы это не день. И каждый раз хочу схватить телефон и позвонить, спросить, мам, как ты? Элла Бангеева оставила после себя свое богатое наследие, доброе имя, незаменимую материнскую любовь, свое благословение и свои театральные роли. Элла часто напевала вальс из репертуара Кристины Арбакайте и очень хотела сама исполнить эту песню и записаться в студии. И перед уходом в иной мир оставила нам всем свое благословение. Мои дорогие, пусть будет у вас все хорошо, без причин, без поводов, без смысла. Просто пусть будет хорошо, пусть небо будет чистым над вами, пусть будет жизнь по-доброму светла. Живите, окруженные друзьями и родными. И всех вам благ, здоровья и тепла. Снова весь фронт раскален от огня, лупят зенитки три ночи, три дня. А в гимнастерке на снимке Ты обнимаешь меня, Ах, эти тучи в голубом Напоминают море, Напоминают старый дом, Где кружат чайки за окном, Где мы с тобой танцуем вальс, Где мы с тобой танцуем вальс, Где мы с тобой танцуем вальс, В миноре. И если останусь живым на войне, Встречусь с тобой я в родной стороне, Только пока я воюю, Ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом Напоминают море, Напоминают старый дом, Где кружат чайки за окном, Где мы с тобой танцуем вальс, Где мы с тобой танцуем вальс, Где мы с тобой танцуем вальс, В миноре. Юнкерсы кружат и небо в огне, Думай, родная, всегда обо мне, И с подним песням не виден, Милый твой профиль в окне. Ах, эти тучи в голубом Напоминают море, Напоминают старый дом, Где кружат чайки за окном, Где мы с тобой танцуем вальс, Где мы с тобой танцуем вальс, Где мы с тобой танцуем вальс, В мажоре. Ах, эти тучи в голубом Напоминают море, Яркий образ этой великой женщины Навсегда останется в памяти Своей лучезарной и доброй улыбкой. Наш свет, заря и богиня Элла Абрамовна Бангиева-Бадзина. Увас!